Я все-таки хочу уточнить, поскольку Ваше выступление было столь инженерно построено и отстроено с точки зрения инженерии, кинематики, робототехники даже в некотором роде, мы сверху шли. Реально, наверное, эти все механизмы искусственно были созданы человеком на базе того, что он анализировал, как работает сам человек, потом вот эти все механизмы строил, по всей видимости. Но прозвучала вот такая фраза, что это является датчиками, а это является рецепторами. Для того, чтобы интерфейс у нас был одинаковый, говоря уже тем языком, который нам предложен, я хочу для себя выяснить, в чем разница. Датчика и рецептор. Датчики это в машинах, а рецепторы это в теле человека. Так прозвучала фраза, что колбочки и палочки это датчики. Ну, колбочки и палочки, я мог ошибиться и машинально сказать, но колбочки и палочки это являются те же самые рецепторы. И абсолютно все рецепторы, они подчиняются одним и тем же законам. Датчики это механизм, который создан человеком и которым начинен так машина. Там это компьютер и все такое. Я просто мог немного смиксовать термины. На самом деле колбочки и палочки это те же самые рецепторы. Тогда нам нужно будет потом как-либо уточнить, вот все-таки я вижу в публике возник живой интерес к моменту, связанному с наркотическим действием. Смотрение на свою раму и выделение опиатов. Поэтому нужно выяснить где они находятся. У меня живой интерес возник, а где же они все-таки сидят. Можете записать название, это спенотектальные рецепторы. И в принципе книжки по прикладной нейрологии можно почитать и посмотреть где именно находятся эти рецепторы, которые вызывают стимул опиатов подобных веществ. Хорошо.